Всем привет! Приветствую вас на канале Played Home! Ну что, продолжаем с вами играть в приключения нашего астронавта, продолжаем узнавать что-то, то, что мы с вами не знали или не видели. Ну и сегодня я вам хочу показать о том, что здесь есть еще некий материал, который называется «Железная руда». Естественно, она делается только после переплавки. Честно, потратил достаточно огромное количество времени на то, чтобы сейчас ее найти. Прилетел на планету, которая называется у нас «Экзотическая». Вот, прорыл, охренеть, огромное количество туннелей, проложил огромное количество проводов вот этих стоек. Но, к сожалению, или точнее, или к счастью, вы сейчас это все дело сами увидите, потому что нам придется с этим делом возвращаться. Заодно вы примерно поймете, насколько масштабно действительно стоит их найти. Кому-то, на самом деле, везет больше, кто-то их находит быстрее, кто-то раньше, но вот мне получается так, что я их нахожу очень-очень редко. Смотрите, значит, так он выглядит у нас. Давайте я сейчас вокруг очищу здесь, чтобы надпись была лучше видна. Видите, гематит. Гематит. Железная руда. То есть, ее, естественно, надо еще переплавлять. По картинкам, да, по скину она сама по себе выглядит абсолютно так же, как, по сути, и титановая руда. Давайте мы сейчас ее все тут дело это самое соберем. Вернемся на наш корабль, и на котором мы, естественно, все это дело проэкспериментируем. Посмотрим, естественно, сколько у нас курс обменный идет на него, и как он вообще у нас будет переплавляться, во что у нас он будет, в принципе, превращаться. Так, я думаю, нам сейчас опоры уже не нужны, поэтому мы сейчас это все дело повыбрасываем. Заберем как можно больше, естественно, нужного нам материала. Так, соответственно, у нас его, тут, по-моему, все, больше его тут у нас нет. Да, мы его здесь, по-моему, весь собрали, и потихонечку будем выбираться. Естественно, все эти туннели, все эти провода, ребят, я прокладывал исключительно только для того, чтобы найти этот материал. К сожалению, он настолько, походу, редкий, что вообще найти его почти что невозможно, вот как мне показалось, потому что, ну, не так часто он и не так везде встречается. Потому что сейчас, вот смотрите, мы сейчас пробежим огромное количество, да, по этим пещерам, и вы сами видите, что, в принципе, здесь, ну, его вы не видите. Здесь, по сути, сама экзотическая планета, она, скажу так, она, достаточно большое количество в ней. Есть разных исследовательских боксов, да, которые можно доставать и изучать. Ну, а также есть и, скажем так, просто всякие, знаете, вот эти, всякие красивые всякие растения, ну, короче, это всякая органика, лабуда, в общем. В принципе, она на игру никак не влияет. По монстрам здесь точно такие же тоже, вон, теплиющиеся ядом и шиповники, я их так называю, которые, когда к ним подходишь, они выпускают шипы. Вот. По количеству ресурсов, знаете, ну, все-таки на той же самой засушливой планете, или на ядовитой, да, на ней намного большее количество ресурсов, которые, ну, естественно, надо переплавлять. То есть это малахит и алюминий, вот. Но, однако, он там есть, и там, в принципе, очень неплохо и комфортно развиваться. Вот. А по поводу вот этой планеты, ну, смотрите, да, пещеры огромные, огромные мы пробегаем, и они сами по себе пустые. Вот это, ну, единственное, что, конечно, напрягает. Но, в принципе, она, тема называется экзотическая, да, то есть не какие-то экзотические, точнее, не какие-то должны быть повторяющиеся ресурсы, да, а какие-то все-таки экзотические. Поэтому здесь и материал другой добывается, соответственно, хоть его и меньше, но он есть, да. Так же, как и... Так, мне сейчас, наверное, можно подняться и было бы срезать неплохо. Вот. Так же, как и, в принципе, материалы, повторюсь, и растения есть у нас всякие экзотические. Так, я где-то прокладывал провод. А, вот он у нас здесь идет понизу. Видите, вся планета, она такая, посыпана вот такими непонятными наростами, дырками. То есть, даже не знаю, как это все назвать более правильно. Сейчас мы сделаем следующим образом. Ну, на засушливую на нашу планету возвращаться, я думаю, нам нет смысла абсолютно. Вот. А мы просто попробуем сейчас поставить... Ой-ой-ой-ой, все, не упасть бы туда. Так, плавильня. Я не помню, сколько там плавильня надо ресурсов сейчас. Но, я думаю, в принципе, мы с плавильней вопросы решим. Продажная планета. Продажная планета тоже здесь есть. Ой, фу, продажная планета. Продажная платформа планета. Есть она уже, я ее поставил. Сделал новый корабль. Кстати, ребята, от одного корабля не на всех планетах получается запитаться. Поэтому приходится на разные планеты делать разные корабли, разные шаттлы, соответственно, с помощью которых мы сможем... С помощью которых мы можем основывать новые базы. Так, я вот сейчас думаю, мне бы сейчас смолы бы на самом деле. Так у меня смолы нет. Но у меня есть другой материал. Поэтому давайте сейчас сделаем вот так. У меня тут есть алюминий. Так, возьмем его. Сколько там удастся за это дело? За один алюминий смолы? Не хочу вы растрачиваете, потому что, если честно, подзабыл. Так, смола. Вот, отлично. Потому что я не помню, сколько потребуется нам сейчас для производства... Для производства исследовательской... Ой, плавильня. Там то ли смола нужна. Ой, то ли соединение будет нужно. То ли что-то еще. Ну, чтобы, в общем, нам выгодно было все это дело обменять. Соответственно. И хочу, естественно, сначала все это дело переплавить. Хотя, зачем его переплавлять? Его плавить не надо. Он же у нас уже готовый. Что-то дядя Сережа уже тупанул. Ну, да ладно. Сейчас он вернется в нашу платформу. Нам все равно пригодится смола для постройки. Посмотрим, на что она плавится. По поводу, на что она требуется. Честно, ребят, без понятия. Вот, абсолютно без понятия. Потому что ни одна постройка еще не требует железной руды. Ну, в общем, я еще не встречал. Если, конечно, может, я ошибаюсь. Вы мне напишите. Но, насколько я знаю, пока на данный момент, ну, ничего еще такого под железо не сделано. Уверен, что это, скорее, некая такая задел на будущее. На какие-то некие постройки. Может, какие-то космические корабли или какие-то еще вещи. Она будет требоваться. Вот. Сейчас мы это посмотрим. Кстати, давайте посмотрим сразу плавильню. Так. Плавильня. Плавильня. Вот. Нужны два соединения. У нас как раз они есть. Давайте сейчас поставим. Она у нас сейчас приготовится. Ну, и попробуем, конечно, все-таки воткнуть ее. Хотя... А, нет. Точнее, наоборот. Она же должна плавиться. Железная руда. Хотя, нет, она не будет плавиться. Видите, она уже просто готовый материал. Абсолютно готовый. Железная руда. Она, ну, никак не хочет. Вот. Значит, следующее. Берем наш космическую станцию, которая занимается отправками в космос. И смотрим соотношение по цене. Господи, она вообще какая-то не особо-то. Вы посмотрите. Пам-пам-пам-пам-пам. Вот тело. Она никому не нужна. То есть, я как бы живу в такой некой легенде, что вот эта продажная платформа, она улетает на другие планеты. Там, типа, торгует с ними по неким... По неким их тарифам. Но что-то я что-то приколу-то вообще не понял. Смотрите. Хопа. Реально вообще в ноль. Он абсолютно не нужен, получается, ресурс. Странно. Если честно, для меня это странно. Очень странно. Очень-очень-очень странно. Для чего он нужен, если он не используется. И не плавится, причем. Самое, что интересно. Но, однако, как-то это дело все выглядит у нас вот таким вот образом. В общем, есть на планете железная... Железная руда, и она, по сути, не имеет никакой ценности. Для чего используется, пока тоже неизвестно. Вот как-то так. Ребят, честно, даже не знаю, что я сказать. В итоге этого видео был уверен, что это будет какой-то некий ценный ресурс. Типа, как титан, который, может быть, плавится или... Точнее, не плавится, но, может быть, торгуется и делается в хорошем обмене. Там, предположим, 1 к 3, 1 к 4. Я думаю, может, железная руда там, может быть, торгует хотя бы... Может быть, 1,3, 1,6, вот так. Но, как видите, в принципе, нет. Вот как-то так. Но где вы ее искать ее? Теперь, я надеюсь, вы знаете. Как она выглядит, вы тоже знаете. Она, в принципе, не отличается от железа... Ой, от титана, в принципе, как внешним видом, так и всем остальным. Значит, в принципе, вот так. На этом, я думаю, мы пока остановим наше дальше прохождение. В общем, еще узнавание о том, что она существует на планетах. Если ролик понравился, если есть у вас какие-то комментарии, если, может быть, вы знаете, как ее применять, если вы знаете, может быть, какие-то уже вещи по поводу этой руды, куда она будет использоваться, пишите в комментариях. И, повторюсь, с вами был Сергей Плэй. Надеюсь, вам ролик понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали. Ставьте лайки. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok